Эксцентричный миллиардер Дональд Трамп по-прежнему обходит по вопросам общественного мнения солидных политиков-республиканцев, а лидер демократов Хиллари Клинтон уступает сенатору-аутсайдеру Берни Сэндерсу. Пока что ход гонки кажется достаточно неожиданным. Говорит ли это о том, что представления американских избирателей о правильном кандидате в 21 веке значительно изменились? В нашей студии находятся политические обозреватели Артемия Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Как вы объясните события на предвыборной поляне? Здравствуйте, Лиза. Спешу вас сразу успокоить. Мир не перевернулся. Просто сейчас идет развлекательный этап гонки. Настоящая политическая борьба начнется потом. До первых партийных выборов в Айове остается целых 174 дня. И за это время многое может измениться. Напомним, в ходе прошлых избирательных кампаний в августе предвыборного года опросы общественного мнения выдвигали фавориты кандидатов, ни один из которых не получил номинацию своей партии. Более того, имена этих фаворитов большей частью забыты. Конечно, Трамп останется Трампом. Но это до сих пор не значит, что у него есть реальные шансы на победу. Даже тот факт, что пока по опросам он значительно опережает таких опытных республиканских политиков, как Джеб Буш и Марк Рубио, ни о чем не говорит, считают обозреватели. Опросы среди зарегистрированных избирателей, то есть людей, которые действительно собираются идти на выборы, говорят не в его пользу. 59% всех опрошенных относятся к нему негативно, а среди республиканцев об этом заявляет 37%. Таким образом, по мнению аналитиков, на сегодняшний день популярность Трампа говорит лишь о том, что он яркая фигура и американцы знают его по имени. Гораздо важнее проследить, против кого направлены усилия теперешних лидеров. И вот мы сразу видим, что главный тяжеловец среди республиканцев по-прежнему Джеб Буш. На него Дональд Трамп, который прекрасно понимает, как работают американские СМИ, обрушил короткий, но хлесткий предвыборный ролик. Читайте по губам. Никаких новых налогов. Оружие массового поражения где-то есть. Вы бы одобрили вторжение в Ирак? Да. Мой брат ошибался, и мой отец ошибался. Бог троицу не любит. Республиканцы боятся Буша третьего, а среди демократов боятся именно Хилари Клинтон. Именно поэтому все участники гонки активно на нее нападают. Яркий пример – скандал с электронной почтой бывшего госсекретаря, которая обвиняется в том, что вела переписку государственного значения с домашнего компьютера, не обеспеченного программной защитой госдепа. Сама Хилари Клинтон продолжает гнуть свою линию. Говорит о насущных проблемах, таких как образование и иммиграционная реформа, не обращая внимания на электронный скандал. И, скорее всего, правильно делает. Начнешь оправдываться – увязнешь. При этом последние опросы принесли неприятный сюрприз. В важном штате Нью-Гэмпшир ее внезапно обогнал сенатор Берни Сэндерс на целых 7%. Он из соседнего Вермонта, что работает в его пользу в этом конкретном штате. Впрочем, значение этого факта не следует преувеличивать. Клинтон по-прежнему опережает сенатора в остальных опросах общественного мнения и в отдельных штатах, и в национальном масштабе. Сэндерс, которому 73 года, ведет энергичную кампанию, но ему не хватает пожертвований от спонсоров и популярности среди афроамериканцев и других меньшинств, которые традиционно поддерживают демократов. Кроме того, Сэндерс, который называет себя социал-демократом, далеко отстоит от политического центра, что затрудняет его шансы на победу в демократических праймере. Против Хиллари Клинтон работает еще фактор Байдена, вице-президента США, который до сих пор не определится с участием в гонке. Понятно, что если он это сделает, Белый дом поставит только на него. Ведь выбирая его в качестве заместителя, 8 лет назад президент Барак Обама давал понять, что этот человек сможет быть президентом, если с ним что-нибудь случится. Вступив в гонку, Байден отнимет у Клинтон около 10% голосов, которые в определенной ситуации могут оказаться решающими.